В эфире выпуск новостей в студии Наталья Астафеева. Здравствуйте! В пятницу на своей малой родине в Болградском районе побывал президент Украины Петр Порошенко. Рабочая поездка началась с осмотра трассы Одесса-Рени, в котором принял участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Здесь же первые лица двух государств обсудили строительство автомобильного моста через Дунай, что стало возможно благодаря финансовой помощи ЕС. Также Петр Порошенко принял участие в открытии памятника павшим героям в годы Второй мировой и тем, кто погиб в зоне АТО. После этого президент страны вместе с болгарским гостем посетили Болградскую гимназию. Петр Порошенко рассказал Бойко Борисову, что провел свои школьные годы в этих стенах, подарил учебному заведению 3D-принтер и на память высокие гости оставили свои пожелания школьникам. Также президент поздравил четыре пары молодоженов в новом ЗАГСе. Визит президента в область завершился достаточно поздно и подробный репортаж о посещении президентом Юга области смотрите в наших следующих выпусках. В Подольске мужчина забил до смерти своего должника, когда тот предложил рассчитаться с ним не деньгами, а домашней птицей. Разозлило кредитора в частности то, что бартерных куриц его приятель хотел украсть с частного подворья в соседнем селе. Избитый должник, 50-летний житель Подольска, был доставлен в больницу, где спустя сутки скончался из-за внутреннего кровотечения. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Досудебное следствие продолжается. Если вина задержанного будет доказана, за решетку он приведет от 7 до 10 лет. В селе Большая Марьяновка Белгород-Днестровского района двое человек умерли от отравления винными парами. Тела погибших найдены в их же погребе. Спасателям пришлось спуститься в подземелье с использованием аппаратов защиты органов дыхания. Тела подняли на носилках и передали полицейским предварительная причина смерти отравления парами брожения вина. В Одесской области исчез ребенок. 12-летний мальчик пропал после ссоры с родителями. Паша Табунчик ушел в четверг поздно вечером из дома и до сих пор не вернулся. Мальчик был одет в синюю спортивную кофту, салатовый свитер, голубые джинсы и серые кроссовки. Рост у парня около 160 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Всех, кто владеет информацией о ребенке, просят сообщить в Авидеопольский отдел полиции по телефону 050-412-22-27, 048-51-315-90, 097-305-21-69 или 102. В другом районе области, Белгороднестровском, за сутки полицейские разыскали двух пропавших детей. 13-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. Парень отправился к отцу, живущему в том же селе, однако до места назначения так и не добрался. А девочка не ночевала дома и не отвечала на телефонные звонки. Мальчика вместе с отцом полицейские разыскали на Белгороднестровском вокзале. С родителями провели профилактическую беседу. Ребенка вернули матери. 14-летнюю беглянку нашли в том же селе, где она и проживала. Оказалось, что девочка убегает из дома не впервые. В этот раз свой побег она объяснила якобы ссорой с родными. 75% телепрограмм центральных и региональных каналов будут выходить на украинском языке. Закон вступает в силу с 13 октября. В пятницу с особенностями выполнения законодательства Украины, касающихся языковых квот, представители телекомпании ознакомили члены Национальной Рады по вопросам телевидения и радиовещания. В Одесском регионе местное представительство Национальной Рады также организовало семинар. Совещание – пресс-конференцию по языковым квотам. По данным мониторинга эфиров 176 региональных и местных телеканалов, проведенного Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, Одесская область на сегодняшний день имеет самый низкий средний показатель украинского языка. В то же время уже со следующей недели эта цифра должна соответствовать 75% всего эфирного времени. Дуже важливо для компаній розуміти, каким чином виконувати квоти. Для цього Национальная Рада в жовтні 2017 року, як тільки новий закон вступив в силу, підготувала роз'яснення методологічні, з якими у вас була можливість ознайомить. Як показав моніторинг, все одно залишаються питання і, можливо, певні нюанси потрібно все ж таки роз'яснити. Підсумовуючи, ми тут для того, щоб проговорити всі питання, які у вас є, всі якби запитання, уточнення щодо методології виконання квот на телебаченні, тобто, щоб з 13 жовтня всім було абсолютно зрозуміло, як ми працюємо далі. 5 октября в Одесі члены Национальной Рады по вопросам телевидения і радиовещання на семинаре, совещании, пресс-конференції раз'яснили особисти выполнення законодательства України, касающееся языковых квот, вступаючих в силу, 13 октября. Також на мероприятии рассказали о принципі, на основі якого буде проводитися мониторинг исполення телеканалами закона про языкові квоти. Руководство Одесской таможні отчиталось о результатах работы за 9 місяців года. Також сотрудники ведомства рассказали о текущих проектах і реалізації задач, виполняемих в інтересах державства. Сентябрь став для Одесской таможні своего рода місяцем рекордів. Вперві в історії в державний бюджет передано порядка 3,5 млрд гривень. Таких показателей у одесських таможенників ще не було, розповіють спеціалісты. Це для нас дуже високий результат, тому що для порівняння, щоб ви розуміли, два роки тому, одеська митниця до державного бюджету перераховувала ледь 600 млн. 600-800, тобто ми в 5-7 раз вже краще працюємо. І перевиполення тільки за один місяць одеською митницю склало майже 1,5 млрд гривень. Це понад планово ми перерахували до державного бюджету. По словам руководителей регіонального ведомства, весомих показателей удалось достичь, благодаря успішной реалізації приоритетних заданий. Ми багато працювали над, по-перше, спрощенням процедур митного контролю, і, по-друге, над тим, щоб налагодити діалог з бізнесом. Проводили багато зустрічей, з'ясовували, які є проблеми, намагались ці проблеми вирішувати як оперативно, так і на системному рівні. Тобто розроблювали такі управлінські процедури, щоб ми мали змогу найбільше сприяти суб'єктам підприємства. На встречі з журналистами сотрудники одеської таможні також затронули актуальну для многих одеситів тему оформлений автомобілей, ранее бывших в использовании. В частності, обсудили пілотний проєкт «Автохаб» – своєго рода експрес-сервіс для розтаможки і регістрації використованих машин. Одеська митниця в цьому проєкті функціонує і приймає участь поряд з іншими державними і недержавними установами, і кожна з цих організацій діє в межах власного законодавства. Дуже цікавим є те, що для реалізації цього проєкту, пілотного проєкту, ви, мабуть, чули про багато пілотних проєктів на рівні держави, не потрібно було змінювати законодавство, не потрібно було приймати нові нормативні акти, а тільки застосовувати це законодавство, яке є на сьогоднішній день. І тому реалізація пілотного проєкту під умовною назвою «Автохаб» мала вражаючі результати. І на сьогодні ми можемо говорити тільки за останні 9 місяців, ми говоримо за останні 9 місяців, і кількість оформлених автомобілів, бувши використані митним постом спеціалізованих, збільшилася майже 5 разів. І якщо за 9 місяців, то це півтора мільярда гривень, вже півтора мільярда гривень. Також руководство одеської таможні затронуло вопрос майської тематической проверки, даними которой оперували некоторые масс-медиа, і опровергло інформацію о налічі фактів нанесення убитків со сторони ведомства государственному бюджету. Тому що фактично там нескільки було таких крупних случаїв. Це перше. Оформлення автомобілів. На чому проверяючі, на основі чого проверяючі робили виводи о возможних недоборах? На тому, що оформляється, наприклад, автомобіль «Фольксваген». Вони нашли в інтернете, що є ціна дороже. Да, є ціна дороже, але є ціна і дешевле. Тобто говорить, що це недобори, чи добори не в контексте положення таможенного кодекса, ні даже в процесуальному. По такій же схемі, пояснил руководитель, сделаны виводи в акті ще по нескольким групам товаров. В ответ на этот документ ведомство подготовило перечень обоснованних замечаний на 96 листах, добавив специалист. Все документи, по которым проводилося це оформлення, вони знаходяться в абсолютному порядку, і суб'єктів предприємства, які декларували цей уровень таможенной стоимости, вони також абсолютно не согласні з виводами комісії. Це не тільки наші виводи, це і мнення тих суб'єктів, які декларували нам именно таку таможенну стоимость. І в настоящее время цими суб'єктами буде вестись претензіонна робота по отношению к этим проверяющим. Отдельно коснулся спикер вопроса оформления газового конденсата, по которому також були занесени замечания в акт. Несмотря на множественные решения судов, там було порядка, не знаю, пяти или восьми решений, которые подтвердили правильність действий Одесской таможни, проверяющие все равно сделали вывод о возможных недоборах. То есть, конечно, с такой позиции мы категорически не согласны, потому что она подтверждена даже решениями судебных органов. Мы категорически не согласны с тем, что это можно называть недоборами. Обо всех этих фактах мы написали в своих возражениях в течение трех дней после оформления этого акта. Была создана специальная комиссия на уровне центрального аппарата ДФС. Я выступал перед этой комиссией и комиссия с нашими возражениями согласилась. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос снимем полностью. То есть, это уже абсолютно точно на сегодняшний день. Понятно, что это просто непрофессиональные действия проверяющие. В целом, сотрудники Одесской таможни планируют завершить не только октябрь, но и весь текущий год с рекордными показателями. Также ведомству предстоит усовершенствовать таможенные формальности и повысить уровень таможенного сервиса. В Измаиле в результате столкновения двух машин пострадал ребенок. Авария произошла утром в пятницу. Столкнулись автомобили Рено и Митсубиши. Один автомобиль не предоставил преимущества другому, в результате чего они столкнулись. От удара Рено перевернулся на крышу. Пострадавшую девочку госпитализировали в Измаильскую больницу. На площади Тираспольской утром в пятницу практически одновременно произошли два столкновения трамваев с автомобилями. Ни пассажиры, ни водитель легковушек не пострадали. Однако обе аварии привели к практически полной остановке движения в районе Тираспольской. Сначала на площади притерлись Джили и трамвай третьего маршрута, а через несколько минут столкнулись Сирено и 21-й трамвай. В результате аварии было на час с лишним остановлено движение трамваев. Затем вагоны третьего, десятого и двенадцатого маршрутов перенаправили по улице Тираспольской. Также было сильно затруднено движение другого транспорта. Как сообщили в Горэлектротрансе, трамваи восстановили курсирование в обычном режиме приблизительно через четыре часа. Контрольные посты под Одессой усилены военными. С 4 октября нацгвардейцы совместно с полицейскими проводят оперативно-профилактические мероприятия. Мобильные блокпосты усиливаются с целью противодействия преступности, заявили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии. В самой Одессе также будет увеличено количество военных, участвующих в патрулировании улиц. До какого часа продлится особый режим контроля, в ведомстве не уточнили. На стене главного корпуса Одесского национального университета имени Мечникова появилась новая памятная доска. Ее открыли в честь выдающегося физико-теоретика профессора Иосифа Фишера, внесшего огромный вклад в развитие физической науки в нашей стране. Данное событие приурочено к столетию со дня рождения Иосифа Завмановича, а также 55-летию его творческой деятельности в университете и в Одессе. Сегодня возле входа в главный корпус Одесского национального университета имени Мечникова собралось немало профессоров, преподавателей, научных деятелей. Все они пришли отдать дань памяти выдающемуся одесскому физику Иосифу Фишеру. Многие из присутствующих были знакомы с профессором при жизни и признаются, это был удивительный ученый и уникальная личность, скромный, никогда не гордившийся результатами своей научной деятельности. Но именно благодаря этому ученому Одесса впервые в своей истории стала местом паломничества для физиков из многих стран мира. У него было собственное имя, имя Фишера, которое было известно в свое время всюду. Он не был осенен высокими академическими знаниями. У него не было знаков отличия, почетных наград, премии имени кого-то. Были только награды боевые, полученные на фронте. Но у него были научные результаты, имеющие признанное до сих пор значение, и значение их со временем не уменьшается. С 1963 по 1977 год профессор Иосиф Фишер проработал заведующим кафедрой теоретической физики в Ану имени Мечникова. За это время он создал уникальную Одесскую научную школу теоретической физики жидкостей, а также написал около 200 научных работ, среди которых знаменитая книга «Статическая теория жидкостей». Это человек, который сделал очень много для развития физической науки в стране, в нашем городе, в нашем университете. Я хотел бы особенно подчеркнуть тот факт, что если вы посмотрите на эту стену, здесь уже 15 мемориальных досок, памятных досок в честь выдающихся ученых, которые прославили не только наш университет и город, но Украину, и стали действительно золотыми именами мировой науки, начиная от Ильи Ильича Мечникова, Нобелевского лауреата, Сеченова, Гамова и многих-многих других. На открытии мемориальной доски Иосифа Фишера присутствовал и сын ученого Степан Реут. Он и другие члены семьи Фишера также связали свою жизнь с наукой и Одесским университетом. Мы все благодарны Одесскому университету. Это была и есть наша Альма-Матер. И я искренне благодарен кафедру теоретической физики и ректорату, и городу за то, что сегодняшнее событие состоялось. Открытие такой мемориальной доски по замыслу инициаторов, учеников и коллег профессора будет напоминанием о значении научной и просветительской деятельности Иосифа Фишера в культурной жизни города. Это не просто дань памяти. Безусловно, дань памяти и заслугам этого ученого. Но этим мы стараемся еще раз подчеркнуть, что Одесса была, есть, и мы очень надеемся на то, что будет центром науки, культуры и образования. Без этих составляющих будущее нашего города и будущее страны невозможно. У нас есть фонд, он называется Международная ассоциация выпускников и друзей университета. Это благотворительный фонд, и вот за счет пожертвований и спонсорской помощи мы осуществляем такого рода проект. Иосиф Фишер оставил большой след в мировой науке, уверены его коллеги и последователи. Ведь тематика научных исследований профессора охватывает практически все вопросы физики жидкого состояния на период второй половины 20 века, а также ряд вопросов теории гравитации. К сожалению, реализовать все задуманное ему помешал тяжелый инсульт. Скончался ученый на 76 году жизни в 1995 году. 23-летний парень в Измаиле дома хранил амфетамин, марихуану и оружие. Санкции суда правоохранители провели обыск по месту жительства молодого человека. В целом у него было выявлено около полкилограмма наркотиков. В помещении полицейские также обнаружили травматический пистолет и ножи в чехлах. Открыты криминальные производства по статьям «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта и незаконное обращение с оружием». Проверяется причастность задержанного к другим правонарушениям. О Визмаилевском районе пограничники выявили наркоплантацию. На участке земли между селами Кислица и Богатая неизвестной выращивали коноплю в полтора человеческих роста высотой. Земля, облюбованная под выращивание незаконного растения, принадлежит местному аграрному рыбохозяйственному кооперативу. Силовики изъяли с поля кусты конопли для проведения экспертизы. Продолжаются следственные действия. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Места своего детства в пятницу посетил президент страны. Руководство Одесской таможни развенчало обвинения о фактах нанесения убытков государству. Обо всех этих фактах мы написали в своих возражениях в течение трех дней после оформления этого акта. Была создана специальная комиссия на уровне центрального аппарата ДФС. Я выступал перед этой комиссией и комиссия с нашими возражениями согласилась. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос снимем полностью. То есть это уже абсолютно точно на сегодняшний день понятно, что просто непрофессиональные действия проверяющие. Уже со следующей недели 75% телепрограмм центральных и региональных каналов будут выходить на украинском языке. Очень важно для компаний понять, каким образом выполнять квоты. Для этого Национальная Рада в жовтне 2017 года, как только новый закон вступил в силу, подготовила методологические объяснения. В честь выдающегося одесского физико-теоретика профессора Иосифа Фишера на стене старейшего университета появилась мемориальная доска. Мы все благодарны Одесскому университету. Это была и есть наша Альма-Матер. И я искренне благодарен кафедру теоретической физики и ректорату, и городу за то, что сегодняшнее событие состоялось. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует...